Привет, это Просвет, я Анна Немалякина. Самые крутые новости и тренды шоу-бизнеса России и Азербайджана за эту неделю смотрим в этом выпуске. Бузова спела джаз, правда, не все оценили старания артистки. Голос зовет, чем юная певица из Турции покорила Крида и Лободу. И друг дуэта Хамалии Наваи рассказал, как музыканты работают вместе после распада коллектива. Телеведущий, историк моды, искусствовед Александр Васильев любит путешествовать. До пандемии он выезжал за рубеж каждый месяц. У историка моды своя выездная школа. Ее студенты объездили в компании Васильева, Италию, Францию, Турцию, Россию и Азербайджан. На днях звезда модного приговора посетил Дагестан с однодневным визитом. Всем привет из солнечной Махачкалы в Дагестане. Сегодня я прилетел сюда на праздник 25-летия Де-Бутика. А сейчас отправляюсь в Национальный музей Дагестана, а затем в картинную галерею имени Гамзатовой посмотрю на живопись. Здесь очень уютно, вкусно и, конечно же, тепло. Желаю всем счастья и передаю привет с берегов Каспийского моря. Что удалось посмотреть в солнечной столице Дагестана искусствоведу Васильеву за один день и какую страну он планирует посетить в ближайшее время, историк моды рассказал нашему порталу «Москва-Баку». Также он поделился своими планами на Азербайджан. Начнутся регулярные рейсы, я возобновлю мою работу в центре Гейдара-Алиева, где я делал уже две великолепные, блестящие выставки. Но, к сожалению, сначала военная ситуация, которая была вызвана Нагорным Карабахом, затем отмена рейсов, коронавирус, не позволяли мне делать все так, как мы планировали раньше с центром Гейдара-Алиева. Я надеюсь, что все это будет когда-то преодолено, и я начну опять сотрудничать так же активно в Баку, как раньше. Но я надеюсь, что скоро ситуация будет проще, я могу путешествовать и не только в Дагестан, но и в Баку. Ольгу Бузову на минувшей неделе в очередной раз подвергли критике. К слову, комментарии в отсутствие певческого таланта Ольга получает регулярно. В этот раз ситуация, в которой Бузова решила спеть, просто поразила соцсети. На одном из закрытых светских мероприятий, которое было посвящено музыкальной премии «Жара», Бузова продемонстрировала потрясающую уверенность в себе. Она спела под аккомпанемент рояля свой хит «Мало половин» в джазовой интерпретации. По иронии судьбы, недалеко от сцены сидела певица Лариса Долина. Публика следила за реакцией джазовой певицы, но она, по сути, никак не отреагировала на импровизацию Бузовой. Как отмечают в соцсетях, повела себя Долина достойно, хотя постоянно смотрела в телефон. Однако в сети не все были так благосклонно настроены к джазовым импровизациям Ольги. Многие упрекнули Бузову в отсутствии таланта и слуха и закидали видео нелестными комментариями. Однако, по словам хейтеров, у Бузовой не отнять потрясающую уверенность в себе. Нашумевшее телевизионное шоу «Ты супер» запускает отдельный конкурс для талантливых людей старше 60 лет. Новый проект называется «Ты супер 60 плюс». На одной сцене выступят таланты из разных уголков России и других стран СНГ. В частности, из Азербайджана, Беларуси, а также стран Балтии. В этот раз героями конкурса станут возрастные вокалисты, которые в силу различных обстоятельств остались без поддержки родных. Новое направление конкурса «Ты супер» появилось не случайно, отмечает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Шоу стало целым движением и родной семьей для 385 детей из 18 стран, сказал он. Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал и осуществить свою мечту. По словам продюсера, также конкурс поможет вокалистам вновь встретиться с родными. К слову, кастинг уже завершен. Самому молодому участнику проекта исполнилось 60 лет, а самому старшему – 87. Некоторые конкурсанты являются профессиональными музыкантами. Например, в первый сезон нового шоу прошли выпускник консерватории и артист Мариинского театра. Однако большинство участников – люди, не связанные с музыкой – врачи, химики и домохозяйки. Ведущими конкурса по традиции станут Вадим Токменев и Анастасия Пак. А имена членов жюри продюсеры пока держат в секрете. Что касается правил, то они остаются такими же, как и в конкурсе для детей. Конкурс пройдет в два этапа – отборочный тур и финал. Шоу стартует на НТВ уже в середине апреля. А сейчас коротко расскажем об интересных событиях, которые также произошли на этой неделе. Кстати, ставь лайк этому видео и подписывайся на наш канал, если еще не подписан, чтобы не пропускать новые выпуски. Элтон Джон, Вилли Токарев, Сергей Жуков, Михаил Шефутинский. В этих образах звезд на сцене шоу Первого канала «Точь в точь» превоплощался певец и композитор Доминик Джокер. И по мнению жюри, очень достоверно. В интервью «Москва-Баку» Доминик Джокер рассказал, какой из образов шоу был сложным для него и какое новое направление в творчестве он освоил во время пандемии. А также он рассказал, какие семейные традиции сохраняют в его семье и как он воспринял новость о том, что фестиваль «Жара» пройдет в этом году не в Баку. Полное интервью Доминика читайте на нашем портале, ссылка в описании. 13-летняя Ялка Исака из Турции удивила звездных наставников на слепых прослушиваниях песни Уитни Хьюстон «I have nothing» российского шоу «Голос дети». Кстати, юная артистка уже пыталась покорять шоу «Голос» только в Турции, но приехала именно в Россию, так как заявила, что обожает творчество Светланы Лободы. Ялка родилась в 2007 году в Турции. Ее папа – турок, капитан морского судна, а мама – русская домохозяйка. Ее имя в переводе с турецкого означает «свет в море». Елка учится в турецкой школе, но при этом признается, что русский язык ей ближе, и она знает его значительно лучше, чем турецкий. Летом она часто приезжает в Россию, где живут мамины родственники. Популярный рэп-дуэт «Хам Али и Наваи» сдержали свое обещание и выпустили свой прощальный альбом под мелхоличным названием «Когда хорошему человеку плохо». В альбоме семь композиций, среди которых есть песни «Друг» или «Враг» – «Нет твоей вины» и другие. Напомним, что парни объявили о своем распаде в середине февраля. Александр Алиев и Наваи Бакиров рассказали, что теперь каждая из них – отдельная музыкальная единица. Слухи о разладе в группе ходили давно, и поклонники подозревали, что скоро парни уйдут в сольное плавание. Однако Алиев и Бакиров анонсировали новый альбом, а также тур по городам. Близкий друг ребят, а также участник того же лейбла, где записываются «Хам Али и Наваи», рэпер Элай, в интервью «Москва Баку» рассказал, что на самом деле происходит в дуэте и почему его участники разбежались. Они, ну как и объявили, я вам не скажу ни больше ни меньше, они объявили о том, что распались, но альбом выйдет, и на основе этого альбома они, конечно, будут гастролировать вместе, но как и объявили, как группа уже не будет. Ну то есть пока они вместе, пока фанаты хотят их видеть вместе, они все-таки сколько-то концертов дадут, да? Ну как бы, а зачем тогда альбом делать? Чтобы потом уйти в тур этим альбомом, чтобы те, кто полюбит их песни, а их полюбит по-любому, чтобы послушать эти песни и их вместе, потому что по отдельности, как все-таки, вот у меня отдельно есть «Наваи» песни, но все-таки, да, когда они в группах «Хам Али и Наваи», мы все привыкли их петь такими, поэтому я думаю, что они еще повыступают, но песни совместные после этого альбома будут ли, я не знаю. А что будет завтра, пусть завтра, я не знаю, но это мои братья, мы на одном лейбле, я им желаю только самого наилучшего, и как они сделают выбор, я этого выбора и буду придерживаться. Один из самых запомнившихся зрителям участников шоу «Голос» грузин Торники Квитетяне рассказал, как складывается его карьера после участия в шоу. Также Торники рассказал, что начал заниматься самым грузинским делом – изготовлением и продажей вина по семейному рецепту, правда, пока он не наладил крупное производство. Нет, представляете, это в Москве. Ну, я тут живу в доме, купил виноград, бочку, как челентану все это раздробил, и получилось вино. Наверное, по старинному семейному рецепту какому-то грузинскому? По рецепту моего брата, моего дяди, в общем, рецепту моего дедушки. И, в общем, ну, конечно, я не могу сказать, что я пьющий человек. Иногда, конечно, я могу себе это позволить, но я это сделал больше в подарок. Я очень много бутылок уже раздарил. На сегодня это все. Еще больше событий шоу-бизнеса на нашем YouTube-канале «Москва Баку», а также на сайте. Адрес на экране. Будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok